При подготовке как раз к этому докладу, буквально несколько дней назад, были утверждены и опубликованы, еще даже, по-моему, на сайте Минздрава, их нет, новые клинические рекомендации по лечению меланомы кожи и слизистых, которые утверждены, ассоциации по изучению и лечению меланомы, утверждены, прежде всего, ассоциации онкологов России, как ведущая ассоциация, которая утверждает все клинические рекомендации, которые должны быть использованы нами в нашей работе, естественно, под гидой Минздрава, да, то есть все остальные рекомендации не имеют такой силы. Но, опять же, если новости последних дней сдвинут опять переходный период по работе с клиническими рекомендациями до 1 января 2025 года, мы опять в переходном периоде, вроде как мы должны работать по рекомендации, но это еще не закон, хотя уже часть распоряжений... Можно следующий слайд сразу? Я уже там пол... Следующий... Ну, следующий, да, идем дальше. Ну, вот наша страна может быть не ведущая по заболеваемости меланомой, но, тем не менее, что самое главное, что в нашей стране, что во всем мире, эта заболеваемость последние десятки лет растет и с каждые 10 лет увеличивается там в 2 раза заболеваемость. Следующий слайд. Слава Богу, что появляются новые опции в лечении. Вот это новые утвержденные клинические рекомендации, следующий слайд, и, конечно, мы по ним частично пройдемся, но очень много изменений. Предыдущие были 3 года назад, как вы понимаете, очень много опций появилось в плане лечения и иммунной, и таргетной терапии по меланоме. Следующий слайд. Что нового в диагностике? Их следующий слайд. Их хирургии, меланомы. Это, может быть, я покажу не за последний год, а такие как бы тенденции, о которых Владислав Владимирович начал уже говорить, последних лет. Это, конечно же, уменьшение объема и травматичности операций всех. И, видите, даже термин пришел уже, используется к юрепси, это, соответственно, и биопсия, и лечебная опция, когда осуществляется, не нужно делать каких-то дополнительных истечений послеоперационных рубцов. Это, естественно, на основании многочисленных исследований. Естественно, эти все биопсии не нужно делать под наркозом, все это под местной анестезией, не нужно больших истечений, так как, естественно, эксцезионная биопсия влияет на дальнейшую тактику. Это и на биопсию сигнальных лимфатических узлов, это варианты пластики. Конечно, желательно, чтобы это все происходило преемственно в одном учреждении. Но если это невозможно, тогда хотя бы сейчас в современных условиях возможно в документацию прилагать фото. Соответственно, следующий слайд – это размеры образования. Что касается хирургического лечения, это также снижение травматичности и объема хирургии. Рекомендованный отступ с каждым годом уменьшается. И почему я говорю, что биопсии достаточно, да, то есть, видите, 0,5 см, 5 мм достаточно для некоторых форм меланомы. Это малоинвазивность, подключение эндовидеохирургических технологий, тщательный отбор, опять же, для циторедукции. А почему тщательный отбор? Потому что появилось наодевантное лечение, которое позволяет переводить даже нерезиктабельные формы в резиктабельные. Следующий слайд, и мы об этом сейчас и поговорим. Н-стодирование. Естественно, про полноценную диагностику я не говорю в соответствии с толщиной опухоли и критерием Т. Биопсия сигнального лимфоузла – это прежде всего биопсия, это не какие-то, опять же, большие разрезы, это не удаление больших объемов тканей с многочисленными лимфоузлами, это именно удаление одного-двух лимфатических узлов, которые мы выявляем там различными способами, чаще всего с меченым технецием. Надо ли выполнять, да, бывает, что отсроченный срок прошел. Конечно, надо, и 30-40 дней, конечно, такая какая-то граница, да, ли в биопсии сигнального лимфоузла. Но даже если пациент там по каким-то причинам дошел позже, естественно, ее выполнять нужно. Это мы говорим о тех ситуациях, когда мы клинически не выявляем увеличенных лимфоузлов, даже не знаем, есть ли там метастазы или нет, мы предполагаем N0. И, соответственно, если находим при биопсии сигнального лимфоузла метастазы, не нужно выполнять лимфоденектомию, да, и это не новое исследование, но, тем не менее, я его напомню, да, которое не показало никакой разницы между группами больных с положительным сигнальным лимфатическим узлом, выполнялась ли лимфодиссекция или нет, да. Другое дело, мы забываем, опять же, недообследованных больниц. Действительно, может быть, эта биопсия была уже увеличенного, измененного лимфоузла. Это совершенно другая клиническая ситуация, другая стадия. И даже в этой ситуации вы видите новые, опять же, рекомендации, что лимфоденектомия уже конкурирует с неодевантной терапией. Можно назначить либо выполнять лимфоденектомию при резектабельных метастазах в региональных лимфоузлах, либо назначать неодевант. Соответственно, уже не выполняется такой объем лимфодиссекции, и, конечно, то, чему мы учились, и наши учителя нас учили, классическую операцию Дикена никто давно не выполняет. Это сохраняющая операция, допустим, с операцией Дикена обязательно с сохранением большой подкожной вены. Следующий слайд. Неодевантное лечение меланомы. Следующий слайд. Здесь есть много исследований некоторых. Следующий слайд я соединил в одно. Одно из исследований посвящено группе комбинации двух иммунопрепаратов, нилумаб и эпилилумаб. И, соответственно, в одном исследовании сочетался персонализированный подход. Проводилось лечение в зависимости от значимого патологического ответа. После удаления первичной опухоли от этого зависело, в дальнейшем получал ли пациент одевантную терапию или нет. Во втором исследовании все пациенты не получали одевантную терапию. Следующий слайд. И, соответственно, вы видите, что если на одевантной терапии действительно работало, да, и был полный патоморфологический ответ, то лимфоденектомия совершенно не влияла ни на выживаемость без прогрессирования, ни на выживаемость без отдаленных метастазов. Следующий слайд. Но если ответ был неполный, да, патоморфологический, и одевантная терапия не назначалась, эта группа больных не имела преимуществ перед группой больных с одевантной терапией. Следующий слайд. Что можно сделать? Какие выводы, да, что, опять же, достижение полного патоморфологического ответа приводит к высоким результатам, да, безрецидивной выживаемости и времени без отдаленных метастазов и дополнительная лимфоденектомия практически не требуется. И тут важно, опять же, это персонализация одевантной терапии. Мы, назначая одевант, истекая первичную опухоль, уже можем прогнозировать на основании патоморфологического грамотного ответа, нужна или не нужна вообще одевантная терапия. Следующий слайд. И эта опция уже появилась в новых клинических рекомендациях, не как в виде комбинации пока терапии, в виде моно-иммунотерапии пембролизумабом. И, видите, тут авторы рекомендации даже не просто нам рекомендуют, а рассуждают. Да, действительно, много исследований появилось, и такая тактика обладает преимуществом, и, вероятно, в ближайшее время объемы хирургических вмешательств при третьей Б, С и Д стадии будут пересмотрены в сторону уменьшения. Но пока для наших составителей рекомендаций мало данных, и пока только мы рекомендуем одевантную терапию, монотерапию пембролизумабом, естественно, с выполнением лимфоаденектомии. Это называется переоперационная иммунотерапия. Следующий слайд. Но, опять же, что важно, в рекомендациях четко сказано, что нужно обязательно провести оценку, то есть это плюс еще один показатель, естественно, на специализированных лабораториях, патоморфологически, естественно, оценивается ответ после проведения наодевантной терапии. Следующий слайд. Следующее исследование. Следующий слайд, как я говорил, как редкая локализация, это меланома слизистых, и, соответственно, также применялось два иммунопрепарата, и полученные достаточно значимые результаты. Если можно, следующий слайд. Или все зависло опять. Как я уже говорил, здесь не так много, и большей частью пациента и женщины, два препарата, следующий слайд. И целью исследования было достичь полного патоморфологического ответа, чтобы доказать, действительно, наодевантная терапия работает. Не так много полных ответов было, но при этом все пациенты, которые подверглись операции, часть отказалась, у них хоть какой-то ответ и был. То есть это подтвердилось, что исследование второй фазы может переходить и в третью, и в четвертую, что действительно это безопасный метод, и многообещающий, учитывая ответ у 100% больных. Следующий слайд. Исследование второй фазы по наодевантному лечению с использованием БРАФМЕК ингибиторов при ранее неоперабельной местно распространенной меланомии. Третья С, четвертая стадия, олигометастатическая, распространенный процесс, нерезектабельный. Всем пациентам начинали доброфенип, траметенип, и у большинства, 18-м больным, после этого выполнена радикальная резекция. Это был основной критерий выполнить резекцию нерезектабельного пациента в объеме R0. Одевантную терапию даже не назначали у этих пациентов. Значимый ответ отмечен у 9, у половины пациентов, но при этом местный рецидив возник также у половины пациентов в течение первого года. Но, естественно, им была назначена уже лечебная опция иммуно- или таргетная терапия, и при этом медиана общей выживаемости до сих пор не была достигнута. Следующий слайд. Одевантное лечение меланомы. Следующий слайд. В клинических рекомендациях даже есть у нас и лучевая терапия. Непонятно, просто есть вопрос, почему при R1-резекции это называется одевантной терапией, потому что чисто вот изменили немножко и повысили и дозы, и фракции, и время, как чисто в виде лечебной лучевой терапии в том случае, когда после резекции остаются остаточные клетки в патоморфологическом исследовании, а нам невозможно отступить дальше. на меланомах может быть разных локализаций. Следующий слайд. В данном случае работает как раз лучевая терапия, и эта опция зарегистрирована и рекомендуется уже с прошлых клинических рекомендаций. Следующий слайд, пожалуйста. Одевантная иммунотерапия используется, вот напомню, исследование Keynote 716, мембролизумап уже давно зарегистрировано в качестве опции выбора в третьей стадии болезни, а второй B, третий, второй B, второй C стадии исследование еще проводится. Вот в этом году опубликованы результаты трехлетней выживаемости и разница по выживаемости и общей времени без прогрессирования. Следующий слайд. Была около 10%, и это исследование показало преимущество мемболизумапа во всех подгруппах, независимо от XPDL. И, соответственно, это стандартная опция. Следующий слайд для пациентов второй B, третьей стадии, что уже внесено в новые клинические рекомендации. Следующий слайд, пожалуйста. Где вне зависимости от статуса мутации, есть она или нет, в одевантном режиме вторая B, третья, вторая C стадия меланомы после радикального лечения назначается эмбролизумап. Следующий слайд, пожалуйста. Исследования, которые в ходу набираются еще пациенты, это исследование Columbus-AD, это новые BRAF-МЕК-ингибиторы, НКРФ-ИНИП и БИНИМИТИНИП, не все препараты еще выучил, извините. По сравнению с плацебо у пациентов с резиденцированной меланомой второй B, третьей C стадии планируется больше 800 пациентов. Такое достаточно громадное исследование, да, и, соответственно, основная цель увеличения безрецидивной выживаемости. Следующий слайд. Новое, а где-то, может быть, и не новое, наш научно-медицинский центр имени Петрова давно занимается разработкой вакцин и активно их использует при меланоме. Но здесь новая вакцина, персонализированная противоопухолевая на основании микро-РНК, и исследование второй фазы КИНО-942 сравнивало добавление вакцины к терапии, к иммунотерапии пембролизумабом. Следующий слайд. И в сравнении с монорежимом пембролизумабом показано значимое улучшение показателей без отдаленных метастазов. Следующий слайд. Лечение четвертой стадии нерезиктабельной, третьей стадии меланомы. Здесь исследование, которое, опять же, не совсем новое, но в этом году его еще одни результаты опубликованы. Здесь уже более 5-6 лет отдаленные результаты. Можно проследить сравнение комбинированной иммунотерапии и монотерапии этими же препаратами. Это эпилемаб и неволумаб. Мы видим, что медиана и общая выживаемость, и кривые расходятся значимо. И что нового? Ведь опции уже давно зарегистрированы. Таргетная терапия. Здесь идет комбинация препаратов, комбинация таргетной иммунотерапии, новые опции таргетной терапии. Следующий слайд. Несколько исследований. И появляются новые препараты, в частности, антителок ЛАК-3. Естественно, комбинация препаратов, которые действуют на разные контрольные точки. Это PDL, CTL-4. Вот сейчас новое антителок ЛАК-3 и, соответственно, комбинируется с препаратом неволумаба. Если сравнивать просто в монорежиме с неволумабом, вы видите все показатели выживаемости, времени без прогрессирования, без метастазов. Многие даже не были еще достигнуты. Следующий слайд. Этот препарат пока не зарегистрирован в Российской Федерации. Не знаю. По крайней мере, я об этом еще не слышал. Следующий слайд, пожалуйста. И вот вы видите, медиана времени без прогрессирования, она была в два раза больше при группе исследования, где использовалась комбинация иммунопрепаратов. Следующий слайд. Но, опять же, следующий вопрос. Это комбинация препаратов, это большее осложнение. И, к сожалению, иногда даже не в полтора, а в два раза большее осложнение в группе больных с двумя и иногда и три иммунопрепарата используют. Там, конечно, вообще часто приходится останавливать исследования из-за того, что вал осложнений. Но есть и положительные моменты. Новых осложнений, связанных с лечением, не отмечено, хотя использовались новые препараты. Следующий слайд. Исследователи задались вопросом, все-таки препаратов много, а какие комбинации самые лучшие? И взяли из различных исследований, данные сравнили. Конечно, их нельзя так вот прямо интерпретировать. Везде стояли разные задачи, разные дизайны исследований. Тем не менее, комбинация вот ни Волумаба и Релотениба, ни Волумаба и Пилилумаба, они сходное лечебное действие показали. Но комбинация вот новая, в новом исследовании показала лучшую переносимость, поэтому рекомендуется пока она. Но, естественно, это все в процессе дальнейшего изучения. Следующий слайд, пожалуйста. Новое исследование, совершенно новые препараты, антилак-3, антипиди-1, что лучше, многоцентровое исследование. Еще одно из исследований, которое доказало, что действительно комбинированная терапия при меланоме показала стабильные воспроизведимые результаты, и, соответственно, достаточно профиль безопасности был, следующий слайд, не хуже, чем при других исследований. Но, опять же, иммуно-опосредственные явления. Это давно замечено, уже доказано, что чем сильнее иммуно-опосредственные явления, особенно при меланоме, тем лучше эффект. И вот одно из исследований, ретроспективное, проанализировало почти 400 пациентов, и вы видите, что при осложнениях медиана безрецидивной выживаемости, опять же, медиана общей выживаемости была в 2-3-4 раза выше больных с осложнениями, и прокоррелировали эти осложнения, и, соответственно, лучше выживаемость была у осложнений ревматологических, дерматологических, эндокринопатии, пульмонологических, к сожалению, нет, они не доживают, видимо. Следующий слайд. В заключении, видимо, как на десерт одно исследование, это исследование ДАРТ, двойная иммунотерапия при редких опухолях, это многокогортное исследование, включает опухоли мягких тканей и различные редкие опухоли. 27-я когорта, представьте, сколько их всего там, в этом году были опубликованы результаты именно при дисмоидном фиброматозе. Всего 16 пациентов, большей частью это дисмоидный фиброматоз брюшной полости. Как вы знаете, это часто рецидивирующая опухоль и плохо поддающаяся какому-либо лекарственной терапии. В данном случае применялась двойная иммунотерапия, и вы видите, более 60% наблюдаемая клиническая польза и стойкие ответы. Это первое проспективное исследование, демонстрирующее эффективность данной комбинации при дисмоидном фиброматозе. Следующий слайд. Спасибо большое за внимание. Извините за технические какие-то накладки. С наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья. Увидимся и продолжим конференцию. Спасибо. 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 Спасибо.